место действия кухня действующие герои те же но на этот раз у нас есть гораздо более интересный реквизит затарились ваша не некоторые во первых воронка во вторых перчатки и в третьих короче здесь еще висела вот эта вот штука профессиональная уборка это какое-то израильское средство написано серия товаров мертвое море средства для удаления засоров в трубах и написано что он справляется с засорами любой сложности давайте проверим рекламные обещания кто как не я кто как не я кстати когда вы работаете с едкими химикатами не забывайте о том что нужно защищать себя потому что все эти штуки крайне вредны и опасны для вашего здоровья вот теперь можно и работать там написано влить 30 миллилитров но мы вольем весь литр написано еще оставить на 30 минут но мы оставим на подольше но все теперь остается только ждать я вам честно скажу я во всякие чудеса мудесата не верю но вот сейчас прям как пипец пипец как нам нужно некоторое чудо чудо не произошло собственно говоря водичка как стояла так и стоит мне кажется что наша основная проблема в том что мы думаем будто бы все что сделано в израиле и так далее но все должно обладать некоторыми магическими свойствами хотя на самом деле это не так но сегодня давайте пожалуй немножечко отвлечемся от всяких труб ведь несмотря на то что вода остановилась жизнь дойдет дальше поэтому сегодня у нас будет очень увлекательный видосик ведь сегодня как сегодня 17 сентября вышла в открытом доступе ios 12 и мне прямо не терпится приложиться к ней и вот тестировать ее на всяких устройств у нас лучше всяких прикольных устройств и мне прям вот поскорее хочется добраться до хорошего мощного вайфая чтобы на все устройства закусить и посмотреть действительно ли стало лучше действительно ли стало быстрее действительно ли стало круче почему мы тестируем авиас 12 потому что во первых она новая она хайповая и она бесплатная потому что тестировать что-то новое хайповое и дорогое у нас тупо нету денег поэтому будем тестировать что-то новое хайповое клёвое и бесплатно погнали не погнали куда разбежался сначала мне нужно поработать на работе ну а теперь можно идти с ним вот теперь реально погнали итак сегодня нас ждет просто мега увлекательный видос потому что у нас целый ворох устройств для теста они сейчас все находятся под разными версиями ios например у нас есть три айфона последних поколений то есть айфон 7 в цвете jet black он на 32 гигабайта есть также айфон 8 плюс на 256 гигабайт то есть айфон 8 плюс у нас в топе более того он даже в цвете продукт red он красного цвета далее у нас прошлогодний флагман фаворит это айфон 10 точно также на 256 гигабайт все эти устройства находятся под айфон 11 равно как и вот этот вот айпэд мини второго поколения он также находится под айфон 11.4.1 не самое топовое устройство здесь находится процессор а7 в принципе довольно хорошее устройство мне лично вот я им пользуюсь мне для ютубчика хватает и у нас есть вообще ультра девайс это айпэд air 2 золотого цвета он под руководством а с 10 . что-то там совсем-совсем старая тема в данный момент все эти устройства выключены итак у меня предложение такое давайте вот эти девайсы отложим немножко в сторонку мы их отправили на зарядку и теперь поработаем с айфоном 7 давайте его включим и посмотрим как быстро он включается под руководством данной оси ну на самом деле надо сказать что он довольно быстро запустился что нам обещают рекламные обещания ios 12 гораздо быстрее запускается камера давайте запустим камеру посмотрим телефон только что перезагружен он должен работать максимально быстро у него максимально свободная оперативная память тыкаем в камеру об все готово должна быстрее запускаться клавиатура откроем для этого сафари то есть вот так вот у нас открывается поведут честно говоря я даже не чувствую особо то что она медленно открывается то есть я нажал на поле клавиатуры оп она тут же у меня под рукой на самом деле a10 fusion супер крутой процессор и iphone 7 до сих пор радует просто в невероятной производительностью и запускаем antutu бенчмарк все никакие другие приложения у нас не бегут и запустим тест antutu подождем итак тест завершен и посмотрим что же у нас выдает iphone 7 170 1400 очков в antutu что мы делаем дальше мы ставим его на обновление и пока что он обновляется мы возьмем прошлогодний флагман iphone 8 плюс аж на 256 гигов и попробуем посмотреть как же у него дела вот и он в красном цвете супер красивый посмотрим давайте посмотрим вот у него сейчас в данный момент настройки вот сейчас ничего не запущено давайте откроем камеру ну не знаю на мой взгляд так же быстро как и у айфона 7 я ничего такого блин не заметил давайте ткнем в сафари попробуем открыть клавиатуру точно так же моментально она выскакивает закроем все это и нажмем на antutu посмотрим сколько очков выбивает у нас в antutu этот вот прошлогодний супер монстр на процессоре а 11 бионик начали тестирование погнали и так 202 тысячи выдал у нас iphone 8 плюс давайте оставим и его обновляться и возьмем следующее устройство и так тут у нас прошлогодний флагман прошлогодняя мечта всех подряд царский iphone 10 в цвете silver на 256 гигабайт не запущено у него ни одного приложения сразу же тыкаем в камеру оп запустилась я не чувствую что она быстрее медленнее или как-то отличается от запуска камеры на предыдущих устройствах пробуем запустить клавиатуру моментально она здесь может быть какие-то миллисекунды разницы работает он совершенно плавно закроем все это и ткнем сразу же конечно же в antutu посмотрим сколько выбивает iphone 10 у нас есть результат iphone 10 прошлогодний мощнейший супер пупер флагман выдает всего 181 тысячу очков в antutu то есть примерно на уровне айфона 7 что довольно странно я предлагаю поставить это устройство на обновление и пока что отправить их всех вместе отдыхать пускай они обновляются где-то вот здесь вот аккуратненько а мы пока с вами проверим ситуацию как там обстоят дела у планшетов причем не самых свежих у нас есть два планшета ipad mini второго поколения и ipad air второго поколения давайте начнем с самого маленького и самого глупого у него сейчас не запущено никакое приложение давайте ткнем в камеру ну тут довольно сильно пришлось это подождать это ощутимо ткнем в сафари и в клавиат сафари сам по себе долго запускается клавиатура клавиатура ждем да тут прям чувствуется как долго она вылезает отложим его в сторону и ipad air 2 ать так камера запустилась очень быстро и сафари клавиатура опа вот она на самом деле потрясающе работает до сих пор это устройство ipad air 2 прям все мы максимально любим и давайте сразу же запустим у них antutu посмотрим что выдают эти планшеты в синтетическом тесте 3 2 1 поехали и того не самые утешительные результаты получились у нас у планшетов ipad air 2 выдает всего 110 тысяч что в принципе уже не ахти в 2к 18 ipad mini 2 выдает и того меньше всего 66 тысяч вообще смех какой то я вообще не понимаю как эти устройства до сих пор функционируют и работают и как я ими пользуюсь ей богу они оба поддерживают iOS 12 поэтому давайте отправим их обоих обновляться а пока что мы тут играли в ipad у нас там подоспел обновление у одного айфончика давайте посмотрим его айфон 7 у нас теперь находится на iOS 12 давайте все это закроем и посмотрим насколько быстрее стала запускаться камера ать ну не знаю честно говоря я разницы особой не чувствую быстро и тогда было быстро клавиатура оп вот она здесь же но и тогда она моментально была точно там же где и должна была быть поэтому я думаю единственный реальный показатель по которому мы можем замерить все происходящее это у нас синтетический тест давайте запустим сразу антуту вот только 171 тысячу он выдавал на iOS 11 теперь мы тыкаем в тест и ждем результата теста и так что ж я считаю что айфон 7 справился супер достойно потеря после обновления всего где-то 6 тысяч очков в антуту 165 он теперь выдает что в принципе на самом деле отличный результат для устройства которому уже три года получается ни один android я думаю такого даже близко не выдаст и опять же мой пользовательский опыт не сильно то из-за этого меняется то есть все работает сверх плавно сверх приятно все открывается сверх быстро клавиатура работает максимально приятно камера открывается просто моментально то есть никакого ущерба производительности я не увидим плюс ко всему обещаю что устройство должно в принципе в целом работать быстрее все происходит моментально все быстро все плавно все красиво все летает и я могу сказать смело что на айфоне 7 наверное даже есть смысл обновиться все становится очень красиво давайте скажем этому айфону спасибо отложим его и мы с вами переходим к прошлогодним супер релизом айфону 8 плюс в цвете красном 256 гигов и айфону 10 быстрое перечисление всяких новых фишек ну и что же давайте проверим как запускается камера где быстрее у кого круче и так далее ну оба на самом деле маленько под тормозили в начале это было очень хорошо видно но 8 плюс открыл камеру ощутимо быстрее дальше у нас идет по ходу клавиатура открываем safari оп оп и опять же честно говоря на мой взгляд не знаю как вам видно со стороны 8 плюс делает все каким-то образом быстрее закроем все то что у нас открыто и давайте ткнем в antutu и проверим в синтетическом тесте потому что на самом деле это реально единственный показатель который мы можем измерять вот показания на предыдущей версии аэс нажимаем тестировать снова погнали ну честно говоря здесь результаты очень неоднозначные оба айфона показали себя крайне странно у айфона 8 плюс выросла производительность чуть ли не на 15 тысяч очков а у айфона 10 она упала аж на 30 тысяч очков грубо говоря айфон 8 плюс прошлогодний который считай не был флагманом чувствует себя гораздо лучше чем прошлогодний айфон 10 о котором все дико мечтали на новый ios 12 посмотрите 216 тысяч против 149 тысяч я сразу был уверен что айфон 10 который вышел в прошлом году он немножко сырова но чтобы настолько чтобы он прям так жестко просирал в синтетических тестах я честно говоря в шоке на самом деле по производительности этого особо не чувствуется в общем не так все однозначно как казалось бы на первый взгляд и айфон 8 плюс показал себя в синтетических тестах намного лучше ну а пока мы экспериментировали с вами с айфонами у нас подоспели айпэдики давайте прочекаем и их тоже у нас здесь два планшета под ios 12 давайте их откроем об обновлении завершено везде ну что ж начнем работу об и тут уже вау диктофон диктофон появился на айпэди вот это и реально новшество давайте ткнем в камеру ну айпэд и r2 здесь абсолютный чемпион конечно же что там у нас по клавиатуре ать ну на самом деле на айпэде мини 2 все гораздо гораздо медленнее просто потому что он старый и уже в принципе довольно тупой давайте закроем имеющиеся и запустим антуту что нам еще остается когда все в принципе не понятно используем синтетические тесты тест и ген итак что мы наблюдаем у айпэда и r2 в принципе производительность особо не поменялась как было сто десять тысяч так и осталось равно как и у айпэда мини 2 то есть эти два устройства в принципе остались на том же уровне что и были с учетом того что это довольно старые устройства они в принципе показывают себя молодцом на самом деле потому что как правило как мы видели очень неоднозначно ведут себя устройство у кого-то дикий прирост мощности у кого-то дикий минус то есть все устройства которые мы сегодня тестировали ими пользуются ими пользуются реальные люди у них у всех был разный заряд батареи но в целом картину это отражает более менее объективную все эти устройства находятся в постоянном использовании это не какие-то стерильные устройства на которых нету приложений нету уведомлений и так далее все устройства используются по максимуму айфоном 7 пользуется мама айфоном 6 плюс сестра айфоном 10 я вот этим айпедом пользуюсь я вот этим айпедом пользуется сестра для учебы они используются каждый день и используется очень интенсивно то есть них они вообще не отдыхают и мне кажется это здорово и на данный момент что я могу сказать обновляетесь обновляетесь смело в принципе девайсы тянут тянут отлично вот айфон 10 меня в очередной раз немножко расстраивает то есть такого падения я не ожидал он выдавал типа 180 я думал ну сейчас типа 170 выдаст там может быть может быть даже побольше я надеялся 150 это вообще ужас какой-то я думаю что ему если я его обнулю прям вот вот начну жизнь айфона моего 10 с чистого листа он станет нормальным но сейчас это конечно меня расставит я как пользователь этого конечно же не ощущаю но синтетические тесты говорят сами за себя то есть прошлогодний айфон 8 плюс у него прирост а прошлогодний флагман айфон 10 у него дикий минус честно говоря для меня такое неожиданно короче до скорых встреч я пошел спать обновляйте свое устройство и пишите в комменты как у вас вообще iOS 12 на каком устройстве как пашет и пока пока пока